Всем привет, друзья! Всем привет! Нас зовут Андрей и Аня, это канал Лайкни Мир. И сегодня мы отправляемся на поиски жилья в Анталии. Наша эпопея с поиском жилья продолжается, но мы не теряем шансов найти тот самый вариант. Всего мы посмотрели порядка 30 квартир, но в этом видео покажем лишь 10 из них, чтобы не перегружать выпуск и не делать его слишком длинным. Также в этом видео мы не будем рассказывать, где мы искали жилье, как находили риелторов и как налаживали коммуникации. Если вам интересен этот вопрос, то обязательно пишите в комментариях, и мы запишем отдельное видео про то, как мы ищем жилье. Давайте смотреть этот выпуск и погнали! Начинается новый день и все по новой. Мы опять собираем вещи, опять переезжаем. Прожили в этой квартире мы всего 2 дня и решили поменять на другую. Сегодня, кстати, у нас еще предстоит просмотр квартиры на длительный срок. После того, как мы переберемся в новую квартиру, мы пойдем навстречу. Сейчас собираем вещи. Я, если честно, в шоке. Мы все вот эти бич-пакеты, бомж-стаканы, я не знаю, как правильно они называются, бомж-пакеты, возим с собой. Андрей набрал целую кучу вьетнамских супчиков, и теперь мы их перевозим из жилья в жилье. Опять будем снимать посуточно. В этот раз уже за 150 лир, а не за 200, договорились с нашим риэлтором. И должен нам квартиру на неделю предоставить по 150 лир за сутки. Опять же, небольшая экономия, но все же нам на руку. Давайте еще раз посмотрим квартиру, в которую мы заселились на ближайшую неделю. Конечно, уже показывал я ее, но еще раз пробежимся по-быстрому. С левой стороны сразу у нас спальная комната. Здесь два обогревателя стоят. Находимся на первом этаже. Кровать стандартно, шкаф и в комнате кондиционера нет. Проходим дальше, следующая комната. Здесь три матраса, а точнее даже четыре. Четвертый стоит в углу. Я так полагаю, что можно эти матрасы тут раскидать и устроить. Ночлег для большой группы людей. Тоже кондей в этой комнате нет. Дальше санузел. Тут все просто. Раковина, унитаз, ну и душевая кабина. И самый большой плюс в этой квартире, гостиная просторная. Много места. Тоже ковер турецкий. На полу ламинат. Столик обеденный. И два диванчика. Здесь уже есть кондей. Есть также телек. Огромный холодильник. Огроменный. Такой даже, можно сказать, промышленный. И зона для готовки. Во всяком случае, здесь все чистенько, аккуратненько. Видно, что прибрались в квартире перед сдачей. Есть электрочайники турецкие. Видите, какие двойные. Необычные для нас. Терраска на двоих. Больше сюда людей не поместится. Аня уже заняла место. И вот так вот можно, как настоящие курортники, посидеть на балконе, на красных таких стульях ярких, кислотных. В этой квартире мы останемся предварительно на неделю. Продолжаем поиски жилья на постоянку. Пожелайте нам удачи, чтобы мы наконец-таки нашли свое пристанище в Турции. Мы верим, что приехали сюда не случайно. Турция в нашем сердце влюбляет в себя раз и навсегда. И хочется верить, что здесь продолжится наша история. История нашего блога и нашей жизни. Пришли смотреть еще один вариант жилья. Тоже в хурме находится. И у этого дома есть даже своя проходная. Посмотрите. И сейчас ждем риэлтора. Пойдем посмотрим, что тут предлагают. Пока ждем риэлтора, решил вам показать трехколесный велосипед. Только посмотрите на это чудо инженерной мысли. Сзади корзина огромная, багажник. И три колеса. И сидение. Только гляньте, насколько оно уставшее и ушатанное. Все, риэлтор пришел, идем. Заходим на территорию. И сразу попадаем в небольшой сад. Я вижу, прямо есть бассейн. Но вода все равно слита. Зеленая территория довольно-таки. И по территории идти приятно. Есть беседка, я вижу. И поле для шахмат. Здравствуйте. Заходим в квартирку. И сразу попадаем в гостиную. У этой квартиры первый этаж. И по всей видимости, света здесь будет мало. Я вижу, что деревья со всех сторон растут. И дома окружающие тоже закрывают свет. Балкончик. Уже окошка прилагается сразу же. И вот первый этаж. В принципе, можно домой попадать, просто перепрыгивая через ограждение балкона. Заходим в спальню. Довольно-таки просторная спальня. Кровать. Кровать средней жесткости. И на полу ламинат. Также есть зеркало и кондей. Проходим в следующую комнату. Это уже не комната. Это санузел. Большой, просторный. Раковина. Унитаз. Стиралка. Бойлер. И, конечно же, душевая. Хотелось бы еще ванну. Еще есть комната. Это комната-кухня. Она здесь вынесена отдельно. Огромный холодильник на кухне. Зона для готовки. Раковина. Газовая плита. И духовка. Квартира неплохая. Но единственное смущает, что первый этаж. Это единственный, пожалуй, минус. Мы, кстати, заметили, что в Анталии очень много сдают квартир на первом этаже. Видимо, они не пользуются спросом, но цены на них все равно очень высоки. Мы, когда смотрим такую квартиру, первое чувство, что... Такое чувство, что ты живешь на улице. Напишите, друзья, нравится ли вам первый этаж. Какой бы вы выбрали. Мы пока склоняемся к третьему или к четвертому. А по стоимости эта квартира 3000 лир. Еще хотят 6000 депозит. Еще там есть Айдат 200 лир. И еще риэлтору 3000 лир. Такая себе перспективка. Продолжаем поиски дальше. Смотрим еще одну квартирку. Один плюс один в районе Сары-Сум. Тут хозяйка нас встречает. Очень добрая и приветливая. Сразу же заходим в квартиру. Попадаем в зону для готовки. Стойка большая довольно-таки. Посудомойка, раковина, все стандартно. Газовая плита, холодильник, вытяжка, кухонька аккуратная. Большой плюс у этой квартиры, что в нее попадает солнечный свет. Солнце светит после обеда. С правой стороны у нас спальня. На полу ламинат. Большая кровать, очень мягкая. Это плюс. Тумбочка и окно здесь во всю стену. Окна в пол. И такой французский балкончик. Шкаф во всю стену. Купе. Все свеженькое. Аккуратненькое. И гостиная. В гостиной три барных стула. Диванчик тоже хороший. На полу ламинат. И кондиционер. Санузел смотрим. Так. Все. Водонагреватели есть. Унитаз. Ну, санузел небольшой. Но для двоих, я думаю, что вполне достаточно. Еще один момент интересный. Здесь электрические рольставни. Поднимаются и опускаются по кнопке. Удобно. Удобный момент. И есть также бассейн. Айдат у этой квартиры 120 лир. Как раз таки за обслуживание бассейна и территории. По стоимости за нее просят 2 800 в месяц. И 3000 депозит. Давайте еще посмотрим на бассейн вблизи. Сегодня ветер нереальный. Посмотрите, Аня. На волосы. Может, удуть совсем. Держи волосы. Бассейн большой довольно-таки. И глубокий. Это плюс. Единственный момент, что сейчас бассейны все спустили в воду. Начинается зима. Консервация. Именно за этот бассейн и за обслуживание территории берется Айдат, так называемый. Это дополнительная плата. Айдат здесь составляет 120 лир. И в этом доме есть квартиры с большим балконом, а есть с маленькими французскими. Как раз таки такую квартиру мы и смотрели. И хотелось бы большой балкон, но в любом случае квартирка нам понравилась. Будем думать, даже без балкона, может быть, на ней остановимся. Еще одна квартирка, которую решили посмотреть, пустая. Не удивляйтесь, такое в Турции тоже практикуется, сдавать квартиры без мебели. Это квартира 1 плюс 1, то есть две спальни и гостиная. И совсем нет мебели. Мы заходим, с правой стороны сразу же санузел. Здесь все стандартно. Унитаз, душевая кабина, раковина. И прямо у нас комнатка. Одна из... На полу ламинат, большое окно довольно-таки, но выходит на соседнее здание. Такой вот вид открывается на соседний дом. И предыдущие жильцы, съезжая, забрали с собой кондиционер и оставили такой ужас на стене. Проходим дальше. В прихожей плитка на полу. И с правой стороны у нас гостиная. Просторная, много места. Довольно светло. С правой стороны выходит на соседний дом, а на кухне окно выходит на поле. Такой вид открывается. Горы, снизу магазины сразу же есть. Инфраструктура вся необходимая рядом. И есть кухня. На кухне минимальный набор. Газовая плита, духовка, вытяжка и раковина. Все, в принципе, больше ничего нет. Еще есть место под установку посудомоечной машины. И есть балкон. Балкон небольшой. Нормально можно поставить пару стульчиков, столик. И есть еще одна комната. Тоже спальня небольшая. Ламинат на полу. Все та же самая история с кондием вырванным. И вот во всех трех комнатах такой ужас на стене. Точечное освещение на потолке. И здесь окна в пол. Тоже плюс. И вид все тот же самый. По стоимости за эту квартиру хотят 2 600 лир. Есть Айдат 60 лир. И, соответственно, еще комиссия риэлтору. Та же сумма 2 600. Будем думать. Вариант с одной стороны хороший, с другой стороны покупать кондием. Покупать мебель. Такое себе удовольствие. Если бы она стоила 2 000 лир, то, скорее всего, мы бы ее взяли. А так еще будем думать, конечно. Приехали посмотреть еще одну квартирку в районе Сарису. Две комнаты отдельные. Гостиная большая. Квартира 2 плюс 1. С левой стороны сразу же спальная комната. Все свежее. Как можете видеть, на полу ламинат. Шкаф с левой стороны при входе. И кроватка небольшая. В средней мягкости. Окно в пол. Это хорошо. Света здесь будет достаточно. Есть тумба и кондиционер. Давайте пройдем в соседнюю комнату. Также из прихожей мы попадаем в санузел. Все чистенько, аккуратненько. Душевая кабина, унитаз, раковина. Все стандартно. Еще одна комната. На полу тоже ламинат. Чистенько, аккуратно. Тумба. Кровать. Тоже средней мягкости. Окно здесь уже не в пол. Ровно до половины стены. И шкаф большой. Видно, что все свежее в этой квартире. Не зачуханное, не замызганное. Все аккуратненько. Есть кондиционер также. Гостиная здесь большая. Места много. Вы только посмотрите. Целый аэродром. Два диванчика. Такие стильные. Мягенькие тоже хорошие. Столик журнальный. На полу ламинат такой же. И окно здесь тоже в пол в этой комнате. Осветительные приборы стильные. И с левой стороны кухня. Есть телик также. Есть кондиционер. И кухня. На кухне есть окно. Это очень удобно. Когда готовите, попадает дневной свет уличный. Готовка превращается в настоящее удовольствие. Газовая плита. Духовка. Вытяжка. И раковина. Выходим на балкончик. Это второй этаж. И вид у нас на горы. И рядом сосновый лес. Пахнет соснами. Как только выходишь на балконе, сразу чувствуется. По стоимости за эту квартиру хотят 3500 лир. И еще есть Айдат. 120 лир. Ну и также, конечно же, комиссия риэлтору. В размере 100%. 3500. И есть задаток за квартиру. Тоже 3500. Будем рассматривать этот вариант. Хорошая свежая квартирка. Нам она понравилась безумно. Но в конце просмотра нас ждал сюрприз. Оказалось, эта квартира стоит уже не 3500, а 5000 лир. Представляете, неделю назад Аня списывалась с этим риэлтором. Он скинул цену 3500. А сегодня говорит, ребята, она стоит 5000. Мы подняли цену. Обидно очень, потому что квартира безумно классная. Я в нее в буквальном смысле влюбилась. И за 3500 мы, возможно, что все-таки бы ее и взяли. Хоть она и для нас очень большая. Для двоих, но вы сами видели, две комнаты большие. Будем искать дальше. Может быть, найдем что-то в этом районе. Также с видом на сосны. Потому что место невероятное. А тут мы встретили чесночную машину. Вы посмотрите, как продают чеснок. Мироба, 15 лир за килограмм. Машина полностью набита до верхов. На такой машине точно можно не бояться вампиров. Вот продавец, он же водитель, выходит около парка и всех зазывает. Угадайте, что сейчас происходит. Да, мы опять переезжаем. И в этот раз мы переезжаем опять посуточно. В предыдущей квартире мы прожили 9 дней. Невероятно промерзли, даже простыли. Квартира была холодная. И мы получили отличный опыт. Не нужно снимать квартиру на северной стороне. Свет в нее солнечный абсолютно не попадал. Из-за этого там все время было холодно, как на северном полюсе. И мы решили опять поменять жилье. За 9 дней мы не нашли квартиру на постоянку. В связи с чем, опять арендуем жилье посуточно. В этот раз мы переезжаем в отельный комплекс полноценный. Здесь есть и бассейн, и столовка вроде должна быть. И сам комплекс довольно-таки большой. Обзор сделаем немножко попозже. Сейчас будем, как всегда, перевозить наши вещи, затаскивать в номер. Наш цыганский табор продолжает свое путешествие. Ну а выбрали в этот раз мы район Сары-Су. Вокруг сосны, горы и тишина. Абсолютная тишина. Находимся мы сейчас на самом краю Анталии, с западной стороны. И ждем, пока освободится номер. Аня сходила, посмотрела, уже несколько номеров. И решили мы взять вот этот на втором этаже. Параллельно Аня снимает сторис для Инстаграма. Мы его немножко забросили в последнее время. В связи с постоянными переездами, нервами и простудой. Но скоро все возобновится. Поэтому не забывайте к нам заглядывать. Пока ждем наш номер, решили прогуляться к бассейну. И заодно показать вам отель немножко на первом этаже. Сразу же при входе большой зал со столами. И прямо проходим к бассейну. О, какой цвет невероятный, вы посмотрите. Класс. И бассейн большой довольно-таки. Интересно, что здесь воду из бассейна не сливают сейчас. Хотя во всей Анталии бассейны с листвой вместо воды. Здесь решили не сливать и можно даже купаться. Пока ждем уборку нашего номера, решил все-таки проверить воду в бассейне. Так уж она меня манит. Мы с Аней теперь кочевой народ и все делаем быстро. Это экспресс-тест бассейна. Ух, нифига себе вода какая холодная. Не, я в нем купаться не буду. Это вообще ужас. Вода здесь как в нашей северной Двине в Архангельске. Градусов 5. Еще есть маленький бассейн, он скорее всего потеплее. Пойдемте в него попробуем зайти. Да, здесь немножко потеплее, но она тоже ледяная. Если я надумаю купаться, то, пожалуй, плюхнусь прямо сюда, как тюлень, поваляюсь, вылезу дальше, греться на солнце. Вода манящая, красивая, но холодная, непригодная для купания. Только если вы настоящий северный морж. Увидел у соседей за забором бассейн. И сейчас вам покажу, как в ноябре они выглядят в Анталии. И почему мы так удивились чистому бассейну у нашего отеля. Подходим к заборчику, заглядываем за него. И вот такая красота. Вы только посмотрите. Зеленая жижа с листьями, с грязью какой-то. И турки бассейны не обслуживают абсолютно. В ноябре, декабре, пока не начнется сезон. И выглядят они вот так ужасно. Пока Саня ждем готовность нашего номера, решили заодно узнать по поводу работы. Многие подписчики спрашивают нас в Инстаграме, в Телеграме, что там по работе в Турции, друзья из Вьетнама наши также интересовались. Мы подошли на ресепшн, узнали на примере этого отеля. Сюда требуются горничные на постоянную основу. Зарплата небольшая, 2800 лир. Работать нужно 6 дней в неделю, всего лишь один выходной. Но в любом случае сотрудники сюда требуются. И так в Турции повсеместно. В любой отель можно зайти, в любой ресторан, узнать по поводу работы. Такие вакансии не размещаются в интернете, как правило, не размещаются на Фейсбуке. Приходите, узнаете и, скорее всего, вакансии вы найдете. Поэтому не стесняйтесь, приезжайте, приходите. Я уверен, что найдете работу и будете трудиться в этой чудесной стране и наслаждаться солнцем. Будем свою поклажу перетаскивать. Капец у нас вещей. С каждым новым переездом у нас появляется плюс один пакет или плюс одна сумка. Хорошо, что с собой нет мопеда, как это было во Вьетнаме. Хотя на мопеде было бы проще переезжать. Это точно. Нам еще мопед бы здесь не помешал, чтобы свободно перемещаться по Турции. А вещей становится больше и больше, как Андрей заметил. Скоро они не поместятся в наше жилье. Она вообще не поворотливая. Все, добрались до своего номера. Давайте с пылу, с жару посмотрим, что там. Еще не заходил. Тут была только Аня до меня. Заходим, сразу же попадаем в гостиную. Все чистенько, аккуратно, на полу ламинат. Столик обеденный. Софа есть угловая, удобная. Столик журнальный. Давайте посмотрим по мягкости. Ну, мягкость средняя. Можно даже вполне комфортно на ней спать. Окно во всю стену. Балкончик. Сейчас на балкон выйдем. С вами посмотрим. Телевизор, шкафчики различные. И с левой стороны кухня. Кухня полноценная, полнофункциональная, так сказать. Есть микроволновка, холодильник большой. Есть посудомойка. И чайник. И, конечно же, рукомойник. Зона для готовки небольшая. Плита на две комфорки. Спальня небольшая. Кровать практически во всю комнату. Мягкость средняя. Окошко. И шкаф. Шкаф с зеркалами. Очень удобно. Можно с утра вставать и смотреть на себя любимого. Также кондиционер в комнате. И смотрим санузел. Ну, тут все есть необходимое. Есть стиралка. Есть раковина. Душ. И унитаз. Давайте выйдем на балкончик. Посмотрим вид. Заселились мы в итоге на четвертый этаж. И не на второй. Все переиграли. И выходим на балкончик. Ой, какой вид. Только посмотрите. Горы. Сосны. Красота. Балкончик небольшой здесь. Но, опять же, на двоих более чем достаточно. По стоимости эта квартира обошлась нам 230 лир в сутки. Арендовали мы ее пока что на 3 дня. Нам сделали небольшую скидку. Изначально цена 250 лир. Есть лайфхак такой. Когда вы приезжаете в Турцию и заселяетесь в отель на длительный срок, можно договариваться о скидке. Если арендовать эту квартиру на 2 недели, то цена уже будет 200 лир. То есть на 50 лир ниже, чем изначально. Проживем здесь пока 3 дня. Будем искать квартиру в этом районе. Так как нам тут очень понравилось. Если не найдем, то пролонгируем наш договор. Скажем, может еще на неделю. Распаковываем вещи. Очень устали. Эти переезды выматывают. Сами понимаете. Увидимся совсем скоро. Пойдем разбирать чемоданы. Сегодня мы пришли смотреть квартиру в районе Сары-Су. Трое резиденц. Ситэн, насколько я понимаю. И здесь квартира 1 плюс 1. Вот наш риелтор спереди. Идет, ведет нас. Территория ухоженная. Бассейн. Но бассейн, к сожалению, без воды. Ну, в принципе, как и везде. Оно сейчас и не нужно. В бассейне все равно не покупаешься. Холодно. Повсюду кустики. Пальмы растут. Аккуратненько, тихо, спокойно. Ну, давайте посмотрим, что у нас предлагается. Квартирка неплохая. Сразу же при входе гостиная. Столик, диванчик, креслица. Мягенький довольно-таки. Светильник такой модный. И электрические рольставни поднимаются и опускаются с кнопки. Видно, конечно, что тут уже кто-то жил. Что-то отвалилось. Тут что-то приляпано на полу. Приклеено. Вот так, в целом, неплохая квартира. Посмотрим, давайте, спальню комнату. Спальня стандартного размера. Окно здесь во всю стену. Мягкая кроватка. Это плюс сразу же. И вид на соседний дом. Есть шкаф в комнате с зеркалом. На полу также ламинат серый. И вот это, конечно, жесть. Был тут кондиционер. Его кто-то сдернул и с собой вывез. Наверное, предыдущие жильцы. И кухня. Газовая плита. Полноценная не комфорка отдельная, а плита с духовкой. Стиралка. Холодильник довольно-таки большой. Ну и кухня немаленькая. Влезем точно. И есть балкончик. И вот вид с балкона такой у нас. Квартира 1 плюс 1. Стоимость 3200. И есть еще Айдат. Обслуживание территории 200 лир. Санузел. Санузел стандартный. Раковина. Ну и раковина модная такая. Посмотрите, с изгибом. Унитаз. Душевая кабина. Все аккуратненько. Попросили риелтора показать нам еще сауну и хамам. Говорят еще, что есть тренажерный зал. Сейчас все посмотрим. Может быть увидим. И сразу наше мнение поменяется. Тут у нас тренажерочка небольшая. Тренажеры все есть необходимые. Все, что хотите. Также железо есть. Беговые дорожки. И находится это все в подвале. И вот еще сауна. Давайте зайдем посмотрим. Да, полноценная сауна. Огромная. Класс. Можно тут такую тусу устроить. Неплохой вариант. Минус, конечно, здесь это подушатанная квартира. И как я вам показывал, тут кондиционер вырванный на полу. Какой-то скотч приклеен. Такое ощущение, что на скорую руку попытались косяки какие-то спрятать, что-то где-то подмазать. Но в целом квартира не вызывает каких-то приятных эмоций. И выходит она, к сожалению, не на юг. Мы ищем на южную сторону. А точнее даже на восток. Правильно? Да, все верно. Мы рассматриваем юг. Окна должны выходить на юг, либо на юго-запад. Ну, можно на восток. Это для тех, кто любит солнце по утрам. Мы любим его днем. Поэтому рассматриваем такой вариант, чтобы окна выходили на южную сторону. Вообще вот этот вариант классный по двум причинам. Потому что здесь есть сауна, фитнес и красивая территория. Сама квартира неухоженная. Если довести ее до ума, то в принципе была бы неплохая. Но цена, цена все-таки, главное это цена. И здесь все-таки она завышена. Сегодня приехали смотреть квартиру в районе Хурма. Но что-то риелторы у нас не могут никак открыть ворота. Находится дом, можно сказать, на окраине Хурмы. Такие виды открываются. Потрясающе, когда из дома выходишь. И дышится здесь хорошо. Но при этом находимся в районе Хурма. И, соответственно, вся инфраструктура, магазины, все необходимое находится рядом. По территории преддомовой сказать особо нечего. Ни кустиков, ни бассейна, ничего нет. Говорят, что бассейн есть. А, да, я его не заметил. Вот он находится сразу же при входе. Горы, пальмы, красотища. И солнце здесь долго около бассейна. Так что можно загорать практически целый день. Давайте посмотрим, что у нас предлагает. Квартира, как вы уже поняли, тоже пустая. Смотрим, без мебели. Небольшая комната, хотя по размеру достаточно, чтобы поставить и кровать. И поставить здесь диванчик. Видно, что кто-то жил уже здесь. Такое все. Стены заляпанные, замызганные. И проходим в соседнюю. Это вторая комната. Это квартира 2 плюс 1. То есть 2 комнаты и 1 гостиная. Большая площадь. Но тоже все замызганное. И вот эта ситуация, уже вам показывали, когда кондей выдирают и оставляют такое уродство на стене. Давайте посмотрим санузел. Так, света нет в санузле. Но я могу и так сказать, что по размеру он большой. Все плохо. Аня светит, говорит, что да, тут грибок везде. Вам не видно будет. Так, и давайте посмотрим гостиную. Просторная гостиная, но все, блин, такое несвежее. Чувствуется, что кто-то здесь жил. Тоже кондей выдран. Минус квартира основной. Она выходит на запад. Даже ближе к северу. И солнца здесь тоже не будет. Кухня большая. Но все такое, блин. Ушатанное, конечно. Посмотрите. Все грязное. И есть балкончик. Вид на бассейн. И вот сейчас время обед. Как можете видеть, солнце где-то там сбоку проходит. И в квартиру не попадает. Так что вариант нам не подходит. Ну, а по стоимости эта квартира 3,5 тысячи лир. Как видите, это вариант ужасный. Она вся ушатана. Здесь нет холодильника. Конечно, площади большие. Но 3,5 тысячи лир это явно не стоит. Айдата здесь нет. И, конечно же, еще есть комиссия риэлтора. Тоже 3,5 тысячи лир. Вот сейчас происходит что-то интересное. Первый раз в жизни такое видим. Риэлтор просит Аню поставить подпись в какой-то бумаге. Непонятно на турецком языке. И написать свои данные. Да, таких приколов мы еще не видели. Риэлтор просил Аню подписать какой-то документ непонятный. Все на турецком языке. И Аня там что-то переводила, стояла. И вроде как в документе написано что-то про найм жилья и стоимость. 3,5 тысячи лир. Конечно же, мы не стали ничего подписывать. Риэлтор так на Аню смотрела, как будто бы, как Аня сказала, как будто бы я ее жизни лишаю. Не знаю, что за документ. Конечно же, ничего мы подписывать не стали. Неизвестно, чем это все может закончиться. Все на турецком языке. Нахрен оно нужно. Да, друзья, все это похоже на какой-то развод. В тот момент, когда ты немножко дезориентирован, тебе подсовывают какую-то бумажку непонятную и просят ее подписать. Я быстренько сориентировалась, открыла переводчик и перевела текст, который был написан на этой бумаге, через скан листа. Значит, там было написано наим квартиры за такую-то сумму, за 3,500 лир. И дальше нужно было подписаться. Девушка мне утверждала, что это какой-то локейшн документ. Ну, в общем, мы быстренько отвертелись от этого всего и пошли смотреть новую квартиру. Сразу же следующий показ у нас за этой непонятной квартирой за 3,500. Приехали мы опять в хорму. Тут, насколько я понимаю, сите с бассейном. Сразу же он при входе нас встречает. Санитайзеры есть. Это хорошо. Вы только посмотрите на эту собаку. В такой позе лежит. Привет, толстый пес. Вы посмотрите, какой кабачок. Кабачок. Ну, давайте посмотрим, что нас предлагают. В квартире кошка уже живет, прилагается. Интересно, риелтор только что ее вынес на балкон, а она обратно вернулась. Да, интересно. Сразу же попадаем в гостиную. Два дивана. Кошка назойливая. Наверное, давно людей не видела. Ковер, стол, зона для готовки. И такое впечатление, что тут только что кто-то жил и перед нами выехал. Вся кухонная утварь осталась. Сахар какой-то. Кухня средняя по размеру. Газовая горелка. Стиралка. Вытяжка. И рукомойник. Большущий холодильник. Это плюс, конечно. Холодильник с продуктами сразу все прилагается. Давайте выйдем на балкончик, посмотрим. Здесь тоже чьи-то вещи. Два стула, столик. И вид у нас на бассейн из окна. Даже на два бассейна. Заходим обратно. Телевизор в гостиной. И комнатка. Это квартира один плюс один. То есть одна спальная и гостиная. Кровать большая. Мягкая. Кто-то отсюда съезжает. Видите, лежат коробки, чемоданы собранные. И санузел. Санузел. Средний по размеру. Душ. Унитаз. Ну и раковина. И опять же вся утварь осталась. Видимо здесь женщина живет. Крема. Маски. Аня сейчас говорит, наши подписчики напишут, что мы слишком большие задаваки. И у нас запросики нереальные. На самом деле квартира была неплохая. Но она один плюс один. Одна спальня, одна гостиная. Стоимость 3500 лир. Плюс Айда 200. Это уже 3700. Плюс риэлтору надо 3500. За даток 5000. Электричество и вода отдельно. Да, электричество, вода. И самое главное, эта квартира не свежая. В ней уже кто-то жил. Заходишь, как будто бы кому-то в гости. Если бы ее полностью почистили, прибрали, возможно было бы другое ощущение. Но когда ты заходишь в квартиру, и там жил человек буквально 5 минут назад, не знаю, куда его выгнали, снимать, арендовать ее, конечно же, не хочется. Какое-то ощущение не очень приятное. Очень хочется найти свежую квартиру. Дело в том, что мы с Андреем много-много лет живем на съемных квартирах. И в несвежих, скажем так, мы уже нажились. Сейчас хочется новенькую квартирку с новым ремонтом. И сделать в ней все под себя. В идеале пустую и не по очень высокой стоимости. В общем, такие у нас запросы. И теперь будем искать свой вариант. Мироба. 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 И идем смотреть третий вариант на сегодня. Я надеюсь, заключительный. Уходим. Ох, какой лифт тут, конечно, у них модный. Посмотрите, рыбки. Давайте посмотрим, что у нас предлагают в этом сете. Сразу же попадаем в гостиную, заходя в квартиру. Большой диван. Практически на всю гостиную. Средней жесткости. Также есть такой столик-пуфик. Телевизор. Столик журнальный. На полу ламинат такой интересный. Светленький, с бежевым. И балкон большой. Да, на балконе можно даже поставить кресло или диван. Минус здесь, конечно, что эта комната выходит у нас на восток. Зато какой вид открывается. Всю Анталию видно. Гостиная совмещена с кухней. Кухонный уголок небольшой. Но все необходимое есть. Есть посудомойка. Есть духовка. Плита на четыре конфорки. Такая модная вытяжка металлическая. Чайники и холодильник большой. Санузел. Здесь у нас стиралка, раковина, душ. Электричество отключено в квартире. И посмотрим в спальную комнату. Да, здесь темень кромешная. И здесь закрытая рольставня. Открываются они электричеством. Небольшая комнатка. Кровать средней мягкости. Шкаф, купе и канди. Здесь везде есть. Это большой плюс. По стоимости эта квартира 3,5 тысячи лир. Также здесь есть Айдат. Насколько я понял 200 лир. Но мы потом точно узнаем. Есть комиссия у риэлтора 3,5 тысячи лир. И есть задаток за квартиру. За мебель, за сохранность, за ремонт. Так сказать. Вдруг мы что-то сломаем. Сейчас Аня с риэлтором по телефону общаются с владельцами. И пытаются снизить цену. Если эту квартиру нам отдадут за 3 тысячи лир. А не за 3,5 тысячи лир. То скорее всего мы ее возьмем. Она светленькая. И окна здесь выходят в одну сторону. Как раз на закат. И на юг. То, что нам нужно. Пытались торговаться до 3 тысяч в месяц. С 3-5. Но ни в какую не идут. Говорят, что и так цена хорошая. Заходим на территорию. И сразу же нас встречает детская площадка по левую сторону. Бассейн. Насколько мы поняли, этот комплекс совсем новый. И живет здесь пока что 4 человека. И в связи с этим отсутствует полностью Айдат. Обслуживание территории. Обслуживание сада. Все это не оплачивается пока на данный момент. Заходим в квартирку. И сразу же в глаза бросается свежесть. Если так можно сказать. Все свеженькое. Ремонт новый. Окна здесь, посмотрите. От потолка до пола. Радиаторы есть. В Турции мы еще радиаторов не встречали. И скорее всего в этом доме подведен газ. Шкаф во всю стену. Это первая спальня у нас. И отдельный санузел. Конечно, круто. Дальше проходим еще одна комнатка. На полах здесь паркет. Тоже радиатор стоит. Потолок такой, посмотрите. Несколько уровней. Подсветочка. Тоже в комнате кондей. И второй санузел. Второй санузел по размеру такой же. Раковина, унитаз. Все чистенько. Приятно. И дальше попадаем в гостиную. Она же кухня. Гостиная совмещенная. По размеру просторно очень здесь. Есть кондиционер. Плита. Газ. И также есть полость под установку посудомойки. Ну и раковина. И балкон. Довольно-таки большой. Можно поставить сюда и кресло, и диванчики. И сидеть, попивать чаек. Любоваться видами вокруг. Единственный минус у этой квартиры. Это северная сторона. Как я уже говорил, мы ищем южную. А здесь окна все выходят на север. По стоимости эта квартира 3750 лир. Здесь нет айдата, потому что комплекс еще новый. Он еще не заселен. И в принципе оплачивать уборку территории пока нет необходимости. Комиссия риэлтора также 3700. И залога здесь нет. Так как квартира пустая, здесь есть только ремонт. А за ремонт, как правило, залоги не берут. Неплохой вариант. Мы бы его рассмотрели, если бы окна выходили на юг или хотя бы на запад, на восток. Ну не на север. На севере будет холодно. Мы это уже проходили. Отправляемся искать дальше. Опять мимо. Вот, друзья, смотрите, и мебель нашлась. Если вдруг арендуете пустую квартиру, то мебель найдется быстро. Идя по улице, так вот можно встретить практически новый диван. Конечно, это юмор. Но этот юмор, знаете, уже такой, как психологическая травма. Мы все время что-то ищем, ищем уже любые варианты рассматриваем. Между делом, пока ищем квартиру, решил вам показать, на каких тарантасах в Турции ездят. Только посмотрите, какая роскошь. Все брезентом обвешано по сторонам. И четыре сидячих места. И это чудо техники ездит на электроэнергии. Это такой электромобиль. В Анталии они очень распространены. Встречаем периодически. И часто за рулем ездят дети. Пока мы с Аней ждем очередного риэлтора, присели на лавочку в парке и со всех сторон обложили коты. Вы посмотрите, какие котейки. Класс. Такие в Турции животные, все ласковые. Куда не присядешь, или собачки, или котики прибегут. Тут сзади меня атакуют, а вот спереди рыжий. Место занял, почетное. Турки очень любят животных, поэтому все животные здесь добрые и ласковые. И очень довольные жизнью. Ну, сами посудите, у них не жизнь, а малина. Их здесь кормят. Я думаю, что многие люди из России захотели бы иметь такую жизнь, как у этих котов. Идем смотреть следующий вариант. Заходим. Сразу на территории встречают нас беседки. Зелено, но темновато. Первый раз нам риэлтор выдал бахилы. Мы такого еще не видели. На самом деле удобно. Не надо обувь хотя бы снимать. Давайте посмотрим квартирку сразу при входе. Встречает нас спальная комната. Кровать среднего размера по мягкости. Ну, мягкая достаточно. Кондей. Окно практически во всю стену. И шкаф. На полах ламинат. Чистенько, аккуратненько. Видите, из окна у нас на соседние дома. По правую сторону санузел. Довольно просторный. Есть душ, унитаз, стандартный набор. Проточный водонагреватель стоит. И чисто в душе. Видно, что в квартире прибрались перед сдачей. Никакого грибка. И гостиная. Гостиная совмещена у нас с кухней. На кухне есть окошко. Это плюс большой. Когда готовите, будет всегда светло. Духовка. Газовая плита на 4 комфорки. Вытяжка. И холодильник. Совмещена гостиная с кухней у нас. То есть, квартира 1 плюс 1. Два диванчика. Диванчики мягенькие довольно. Окно практически во всю стену. И окно здесь выходит как раз-таки на юг, куда нам нужно. Но из-за домов солнца здесь видно не будет. Тут телевизор также в гостиной. Кондей. Стол. И 4 стульчика. Все. На полах ламинат. Квартира небольшая. Балкончик стандартный. На 2-3 человек. Можно поставить стулья. Любоваться видами. Но виды здесь не очень впечатляющие. Вот такие дома. По стоимости эта квартира 3,5 тысячи лир. И депозит 7 тысяч аж хотят за нее. У меня уже такое ощущение складывается, что мы придираемся. Чем больше мы квартир смотрим, тем больше мы придираемся ко всяким мелочам. Например, тут нам не понравился вид из окна. Там, где мы сейчас живем, потрясающий вид на горы. И мы к нему так привыкли, что не хочется уже менять на вид соседних домов. И смотреть кому-то в окна. Или не дай бог еще к нам кто-то в окна будет смотреть. Идем смотреть следующие варианты. Я думаю, их еще будет много с нашими запросами. И уже складывается впечатление, что это никогда не закончится. Наши поиски теперь будут длиться вечность. И вы будете страдать вместе с нами и смотреть эти видео с квартирами. Но, с другой стороны, для вас наверняка эти видео тоже будут полезны. Вдруг вы так же, как и мы, соберетесь переехать из своей страны в Турцию. И наш опыт тоже наверняка кому-то пригодится. Нам вот, например, нравится жить на Атшибе. И это мы поняли, только переехав из квартиры в квартиру несколько раз. То есть, тоже такой опыт. Сейчас, наверное, будем смотреть варианты в нашем районе. И в итоге будем жить на Атшибе. Ну, может, кого-нибудь вообще в горы уйдем или в лес уедем. Спасибо за просмотр этого видео. И если вам понравилось, не забывайте ставить палец вверх и писать комментарии. Все это мотивирует нас на съемку новых выпусков. Как вы поняли, квартиру мы до сих пор не нашли. И продолжаем свой бесконечный путь по недвижимости Анталии. И как только квартира найдется, мы заснимем отдельный выпуск и сделаем полный рум-тур. Все, как вы любите. Спасибо большое за внимание. Желаем вам крепкого здоровья. И всегда вас ждем на нашем канале. Лайк не мир. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok